Гипс – искусство не помеха. Со сломанной ногой омская художница Полина Заремба в буквальном смысле прискакала на выставку. Девушка признается, она не могла пропустить возможность насладиться творчеством своего кумира Марка Шагала. Кстати, с мастером лично была знакома бабушка Амички. Она, как и художник, в начале 20 века жила в Витебске. Витебск тогда считался, в кавычках, вторым Парижем, потому что такие мэтры там преподавали абстрактную живопись, супермистическую живопись, живопись любви, как говорят, о Шагале, о его стиле. Все работы на выставке, а их около ста, из частной коллекции Марка Башмакова. В 60-х годах прошлого столетия профессор преподавал в Сарбоне. Там увлекся русским зарубежьем и начал приобретать на аукционах полотна художников. Но только 20 лет назад, когда открыли железный занавес, доктор физико-математических наук привез работы в Россию. Сегодня появляется уникальная возможность нашим жителям познакомиться с работами выдающихся художников мирового искусства 20-го столетия. Очень известные имена здесь представлены. В Омске выставку представляет племянник коллекционера Павел. По его словам, проект «Гений русского зарубежья» уникален и включает в себя графику 10 художников, которые из-за революции покинули Россию. Василий Кандинский, Александр Алексеев, Григорий Пожидаев, Илья Греков, Константин Терешкович. Их произведения находятся в лучших музеях мира, но имена живописцев так и не стали известны на родине. Считаем нашей целью возвращение их имен сюда, на родину, на Россию и их творчество. Все они, и эти 10, на самом деле их гораздо большее количество, они очень тосковали по родине. Они всегда, хоть и были большинстве своими гражданами Франции, они всегда помнили, откуда они, где они родились. И, конечно, они все так или иначе хотя бы творчеством хотели вернуться. По мнению искусствоведов, художники всегда помнили о своих корнях и с удовольствием иллюстрировали книги русских писателей. Известный мультипликатор создателей гольчатого экрана Алексеев вдохновился Анной Карениной Льва Толстого. Основатель направления лирической абстракции граф Ланской специально для гоголевских записок сумасшедшего написал серию работ. Правнучка жены Пушкина и ее тезка Наталья Гончарова выбрала для вдохновения сказки своего знаменитого предка. На выставке представлены работы и иллюстрации к книге Александра Сергеевича Пушкина «Царевна лебедь». Здесь представлены некоторые страницы, которые были, рисунки выполнены рукой Натальи Гончаровой, и книга эта увидела свет впервые в Париже. Что не имя, то открытие. Одесситка Соня Делане известна во Франции как Шишкин в России. Художница первой из женщин была удостоена прижизненной выставки в Лувре, а ее холсты висят в Елисейском дворце. Делане стала любимицей Франции и на самом деле внесла очень большой вклад не только в живопись, но и в развитие моды и тканей. Потому что она работала с ведущими модельерами середины 20 века. Практически никто из представленных художников при жизни так и не побывал на родине. Исключение Марк Шагал. В 1973 году, будучи в очень преклонном возрасте, мэтр по приглашению министра культуры Фурцевой прилетел в Москву, где открыл свою персональную выставку в Третьяковской галерее. Анастасия Скворцова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.